Последний доклад, как я и обещал, будет таким финалом-апофеозом той темы, с которой я начал, собственно, как достичь максимального просветления, как перестать страдать и благодаря этому стать еще и более эффективным в бизнесе, еще более богатым и так далее. Вот, я хочу представить следующего докладчика, последнего на сегодня, и такую немножко вводную скажу. Во-первых, он наш человек, в том смысле, что он тоже айтишник, только айтишник еще тех советских времен. А когда советские времена закончились, он стал производить украшения для женщины, построил на этом миллиардный бизнес. Когда я с Евгением познакомился, у меня был какой-то когнитивный диссонанс, я думаю, но не может владелец крупного бизнеса быть настолько счастливым. Ну, это невозможно просто. Но, для этого, эти две вещи не состыковываются друг с другом, потому что большой бизнес, значит, большой геморрой. Много сотрудников и так далее. Значит, большое количество проблем. Силовики, налоговые там и прочие бандиты. Вот. Соответственно, я с ними же всем надо решать. Он говорит, да, я с ним прекрасно решаю. Мы с ним медитируем, типа, просветляем. Вот. Оказывается, можно было зарабатывать... Ну, я недавно узнал, что его компания продавала уже на миллиард долларов, соответственно, украшений. Вот. И, соответственно, быть просветленным человеком, который не парится, когда можно написать на него, не парится по каким-то вещам. Я, честно скажу, пытался быть его учеником несколько лет назад, да, когда мы познакомились. Мне сразу, с самого начала эта идея так хорошо зашла, что я стал ходить в дженовик, как раз в компании, в зал медитации. Там Евгений проводил мастер-классы по медитациям, я пытался начать медитировать. У меня что-то не зашло совершенно, но я как бы забил на несколько лет. Вот. А сейчас подумал, нет, надо снова начать Евгению учиться. И вспомнил о нем, когда, собственно, сформировал программу. Итак, Евгений Потапопов, женолит. Аплодисменты. Что-то удивительное. Речка, как речка. В общем, это не просто речка. Ее раньше называли Ра. Россия — это Ра сияет. Или Ра сольет. И это действительно удивительное пространство, энергетически очень наполненное. И очищать энергию нашей страны с этой прекрасной рекой — это великое дело. Я, кстати, в ближайшие недели поеду в восток прекрасной Волги, Тульской области. Там интереснейшие практики будут проходить, которые как раз направлены энергетическими, очень мощными явлениями, которые может ощутить каждый человек. Судьба человека летит по параболе. Все больше в аураке и реже параболе. Так действительно развивается судьба каждого из нас. Если мы отождествляемся, несмотря ли миром, материя от слов Матвы измеримая. Это всегда очень ограниченное. То, что имеет начало и конец, это всегда то, что не может нас удовлетворить. Почему? Потому как у нас душа значительно шире. К душе еще идет очень много тонких тел, которые тоже значительно шире нас, нашего физического плана, которое является материальным телом. Оно имеет конкретные размеры, но мы не имеем размеров как таковых. Вот кто мы? Открыть вот этот счет из самих себя, для этого пришел человек на эту планету. Он пришел, чтобы расцвести как инфидальный цветок. То есть прийти от обращений к просветлению. Что такое просветление? Это просвет. Это первичный свет, который внутри нас. Внутри нас источник жизни, который привел нас в этот материальный мир. В этом домашнем зародилось наше физическое тело. Это центр хара, центр жизни и смерти. Из этой точки идет энергия каждого из нас, каждое мгновение питает наших клеток и тело. И мы можем очищать эту энергию жизни. Если мы не отождествляемся с деятельностью ума, куда мы забрели, из-за того, что так случилось, что нас обучали, нас обуславливали. Обуславливали, опять, в мобиле мир слов, которые также принадлежат материальному миру. Каждое слово имеет ограниченный формат. А главное, что оно имеет много еще разночтений. И представьте, фразы, состоящие из десятка слов. Мы пытаемся высказать нечто, а человек, который слушает, он услышит только свою интерпретацию. То есть, получается, мы не можем передать вот это чудо, чем мы хотим поделиться. Лучше, что мы хотим передать прекрасному собеседнику, потому что слова не дают этой возможности. Вот почему так случилось, что я пришел к инфитации, потому что я понимал, что слова не могут передать эти сокровища, которые я хотел передать каждому. И сейчас я уже 15 лет только даю вот эти практики, специальные залы, там их несколько даже, зал обратно. Но как все началось? Нет начала, нет конца. Мы пришли из какого-то тела прежде, вошли в это и когда-то выйдем из него. Но, во-первых, надо не торопиться из него убегать. Ведь жизнь так прекрасна. Но что мы делаем, когда мы живем в богословенном мире? Нас мир обусловлен такими догмами, такими традициями, которые, если смотреться в реальность, уж больно разрушительные. Это может каждый ощущать на себе. Я это, как Серьезно сказал, у него 38 лет. У меня это где-то в этом как раз в области. Я заметил, будучи впереди спортсменом, у меня появлялись разные болезни от неправильного питания. И грипп, и пневмония, и ангина, и ясный 12-й перец на кишке, и остаток отброшенного позвонка, и непереводные желудки, и почки засорили. Он говорит, вау, я смотрю, это что, 38 лет уже все закончилось? Я в прошлом спортсмен, да, Господи дал ускорение, помню, на своем спортивном. И у меня такие колики были в почке, что я чуть не упал, все успел. Я думаю, ха-ха, это никуда не годится. Надо с этим разбираться. И, что удивительно, как всегда бывает, к нам приходит то, к чему мы готовы. И в этот самый момент ушла информация о целителе. И я увидел, как это просто. Надо перейти на нормальную воду в питание. Должно быть в основном сыреническим, но вегетарианским, без мясной пищи. Надо дышать носом, надо спать на животе и пить колодезную водниковую воду. Простые рекомендации. Я ставлю просьбу, у меня все исчезли все болезни. Вау, как это классно! Я увидел, что у меня возобновилось колоссальное количество энергии. И в этот самый момент фирма развивалась в это время большими темпами. Но что удивительное, по этой системе я должен был перестать завтракать. И я с удовольствием пошел на этот эксперимент. Так вот, когда я перестал завтракать, мы купили первый залог. Еще через три года я перестал отдавать, мы купили второй залог. Это уже много собранных, которые не делали, ребята. Ну, на самом деле, происходило удивительное вокруг меня. Рынок украшений был пустой. В нашей стране перестройка с перестрелкой. Я видел глаза счастливых женщин, которые носили наши украшения. И как много я хотел для них сделать радостного. И мы создавали и создавали новые модели. И с просьбой таков, что мы просто работали в две-три смены. И в это самое время я понимал, что руководить и быть центром – это нереально. Потому что еще не было много компетенцированного процесса. А многое было на доверии, на любви и на самоорганизации. И я увидел, как это работает в ЖК. Когда мы говорим про организацию, мы ограничиваем себя. То есть мы хотим все структуровать, все спланировать. Но 44 выйдет. Ошибка. Что-то пошло не так. Потому что существование не обещало, что нам исполнить наши планы. Я понимал это. И поэтому я не планировал ничего. Как ни странно, но компания развивалась и развивается без всяких планов. А просто в виде той реальности, в которой мы можем что-то лучшее сделать для наших клиентов. И мы старались это сделать. И вот это путешествие, когда вокруг сотни людей, в какой-то момент тысячи с лишним человек работало в производственном процессе. И все самоорганизовывалось. Я видел, как самоорганизовывалось лучше, чем если бы я мог придурить. Я, естественно, удивляюсь, давал самому этому естественные процессы случаться так, как это происходило. И я видел, что в каждом из нас есть тот самый чудесный, желающий расти, желающий расцветать цветок жизни, которому, если дать возможность на этой великолепной клубе, в которой мы находились, он будет расцветать. Его не надо тянуть, иначе он погибнет. Его не надо излишними перекамливать. Все самоорганизовывалось. Мы уплачивали зарплату так, как это была реальная возможность. Я не назначала эти зарплаты. Это все делалось в открытом процессе самоорганизации. И, что удивительно, я благодарен этим прекрасным людям, которые вокруг меня, что в это самое время все мои эксперименты, связанные с питанием, они привели меня к тому, что я получил так много энергии от того, что я перестал бороться за выживание. Каждая клетка, когда мы питаемся нейтральной пищей, бороться за выживание. И это колоссальные нагрузки. Сергей говорил, что сильнейший пожиратель нашей энергии – это думание. Так и есть. И вот почему необходимо разобраться, все-таки, кто мы есть. И что мы делаем каждое мгновение с самим собой. Ведь мы, когда живем в традициях, что происходит с нами? Я увидел, как питание измененное высвободило мне энергию. Я раздавал этот опыт аудиокассет всем своим друзьям. И друзья также стали выздоравливать. Они стали мне нести прекрасные книги, которые лучше, что они открыли в своей жизни, это в основном сатирические книги. А у меня фирма разговаривалась с бурными темпами. Мне негадо было читать толстые книги. Я говорю, ребята, будьте добры, сделайте закладочки, пожалуйста. Я вам доверяю. Что там самое ценное? Что мне все читать? Ну, они, конечно, делали закладочки, опять приносили книги. Я смотрю, там везде квинтасенсы медитации, медитации, медитации. Все мистики всех временных народов. Именно по новой техникам медитации определили это шикарное состояние. То, что я искал в детстве и пробовали практиковать медитацию, не имея мастером, ничего не получалось. Сидели в позе лотоса и все со своими образами, мыслями. А как их остановить, как проникнуть за пределы образов, это трудно вычитать по книге. Очень важно, что были те люди, которые этим опытом обладают, передающие знания. И вот у меня так много возобудилось энергии. Я понял, что тот опыт, который я хотел когда-то в емности прийти, я должен сейчас опробовать. И я стал ходить на группе лидеров, которые приезжали из Индии. И я получил еще очень мощный рывок, энергетический, очень мощный подъем. Спертой я стал преподавать эту медитацию, потому что я понял, что это самое ценное, что я открыл. И это должен знать каждый. Там нет у нас входных билетов, любой может приехать. Я приглашаю всех, кто пожелает, кто будет в Питере против воскресенья каждого месяца. Это случается с нами. Там чудесные люди собираются, чтобы вместе, своими энергиями поддержать этот процесс для каждого. И достичь тех глубин, которых невозможно получить через жизнедеятельность в материальном мире. Нас так засасывает этот материальный процесс, эти процессы думания, что выпутся из этой коробочки, из этой тюрьмы. Почему тюрьмы? Потому что ум — это только память. Память, которая принадлежит прошлому. И всегда, когда мы думаем, мы думаем категории этой памяти, категориями прошлого. Но мы никогда не встречаемся с прошлым. Жизнь всегда нова, а ум всегда стар. Поэтому подсказки от него мало полезны. Да, для материального мира они могут что-то дать полезное. Но мы не только материальный мир, мы еще и тот, который внутри нас. Который тянется в рост. Где наш цветок, где наши какие-то таланты, как их открыть, как выйти за пределы этой тюрьмы, чтобы не ограничить себя. Ведь она такая ограниченная. И мы... Это как мусорная корзина с записками. Да, она существует у каждого своя, заполненная какая-то информация. Но безграничный океан вокруг этой корзины объединяет всех нас. Так вот, мы не только эта корзина, а мы вот тот океан, который мы можем познать. Как это, конечно, вы спросите, соотносится к тому, чтобы жить в социальном мире, в прекрасном этом мироздании на нашей планете, и в то же время быть за пределами этой тюрьмы. Это вопрос, конечно же, познания того, кем мы являемся. Надо ли это познавать? Каждый, кто испытывает или иные дискомфорты, понимает, что как-то к этому надо прийти. Как-то... Я понимаю, что лучший способ — это все-таки в залах медитации разбираться с тем, как сильно нас перегружает энергетически наш ум. Ведь наш ум — это не просто тот, который съедал от массы энергии на думание. Он будет тот, который живет этой информацией с прошлого, этими традициями, которые разрушительны для всех нас. Если мы придем в этом росте, мы себя разрушаем. Почему? Потому что... Я говорю сейчас о своем опыте, потому что, когда я перешел на это питание, это у меня была одна мощная ступенька, потом медитация — это следующая ступень мощная. Но в дальнейшем я пришел к тому, что я стал питаться просто живой пищей термически необработанной. Это шесть лет назад. И у меня еще мощнейший подъем энергетического состояния. Мне сейчас 65 лет. Это первые 65 лет, потому что я понимаю, что будут еще другие. Мне сейчас трудно представить, почему я должен быть из-за этого тела. Потому что, как я настолько шикарно себя чувствую, этого никогда не было прежде. Я недавно присел в свои 65 лет, тысячи с лишним раз за 25 минут. Это я никогда не мог сделать в юности. У меня настолько все шикарно работает. В то же время такого не было ни в 38 лет, ни раньше, когда я был более юным. То есть, получается, несмотря на возраст, а я вижу здесь много прекрасных молодых ребят, сохраните свои чудо, берегите своего самого близкого друга, каким является наше тело. Его надо обнимать и беречь. Но не гломиться над ним. Спирт в огромных количествах – это закисление, мощное закисление, от чего зарождается раковая болезнь. Среда кислая – это основа всяких болезней. На самом деле, все виды болезней – это суть определенного закисленности определенного органа. Если он закислен уже больше предела, он начинает ярко проявляться как болезнь. И здоровье – это просто понимание этого и использование тех средств современных, которые шикарные и уже существуют, наработанные в современном мире, технологии поддерживания кислотно-челостного баланса в нашем теле. И понимание, что такое правильное питание, почему правильное питание, и что такое правильное. Вообще удивительный русский язык, он имеет очень много сакрального и подсказок в наших словах. Ну, например, слово «ра». Как река в Орне называлась «ра», в России также «ра», «у» – «ра», «разум» – «ра» с «угом», «культура» – «культ» – «ура», «радость» – «ра» достать, везде «ра». Если каждый попробует обратить на это внимание, просто сам составить этот список, как я посидел тут в аэропорту однажды. 140 слов я со слоганом «ра» выписал. И, вглядываясь в каждое слово, мы можем получить колоссальные подсказки, что именно вот это чудо, которое надо искать внутри себя – это солнце, которое и способно руководить нами. Когда оно нами руководит, мы в этот момент перестаем быть привязаны к материальному миру, а живем указкой этого солнца. И это лучшая подсказка для нашего путешествия в жизни, потому что это энергия, животворящая энергия, чудесная, которая и может создать лучшее для нас и для тех, каковы мы это направляем. Обычно всегда очень важно соблюдать баланс. И вот этот баланс, он называется по-разному, как равновесие, например, или же расслабление. Расслабление – это всегда, когда приходит этот баланс. И, между прочим, расслабление – это лучшая цель для каждого человека. Как ни странно, тоже с присутствием слова «ра». «Ра» – это мощная энергия. Но слабость – это второй полюс. Два полюса, вот они, два крыла. И, практически, расшивывая вот эти слова, вы сами это можете делать, вы можете получить удивительные ориентиры, все-таки, куда копать. А копать надо внутрь самого себя, где и клокочет этот источник солнца внутри нас. Я за эти годы перестройки-перестрелки, как Сережа говорил, удивительным образом, все происходило само по себе. Я лишь видел друзей, какими бы они мрачными не приходили ко мне. – Подскажешь, как бандиты на вас? – Да, бандиты пришли ко мне в кабинет. Я говорю, садитесь, будем общаться. Компания работала с тысячей с лишним человеком. Я говорю, вы хотите взять ответственность? Мы стали беседовать. Пять часов пробеседовали. Они стали друзьями. Причем подружились со многими нашими прекрасными людьми. Они увидели, что они попали сюда случайно. И, конечно же, не хотели продолжать заниматься мрачными делами. Мы увидели, каким опытом они могут зарабатывать и чуть не хуже, если будут делать радостные вещи для них. В прошлые годы перестройки-перестрелки в каждом городе существуют на кладбище целой аллеи героев. Однотипные памятники. В нашем доме жил один из товарищей таких громких группировок. Делали машину вместе с охранником, с ребенком расстреляли его в его даче, а через год скончался его сын. Я был на кладбище, как раз когда хоронили сына, видел эту аллею всех этих героев. Но дело в том, что можно укорачивать свою жизнь при неосознанных поступках, но как осознавать свои поступки? Вот в чем задача есть задача. И мы пришли в этот мир, чтобы действительно познать это чудо, жить в радости. Потому что омрачение съедает энергию. Страдание, хоть там и присутствует ра, ра, но присутствует во многих словах, но это парадокс как бы. И в то же время тот, кто осознает это солнце внутри себя, он не будет страдать. Он будет просто удивляться в жизни. Как это случилось, что мы родились на этой планете? Разве этого недостаточно, чтобы радоваться тому, что мы когда-то появились на этот свет? И кто бы мог страдать, если бы мы не появились? А раз мы появились, то вот она прекрасная жизнь. Она все дарит нам сокровища. Причем сокровища дарит в таких количествах, которых ум не может объять. Он всегда выделяет какую-то часть сокровища. Если ему не досталось именно эта малая часть, он будет страдать. И заставляет человека страдать. Это не просто страдание, это трата энергии. Это болезнь, это борьба, на которую также тратится энергия, на что толкает опять же наш ум. В результате получается, что мы живем в мире, где мы постоянно тратим энергию, но не знаем, как ее пополнить. Вообще жизнь это наша жизнь. В социуме это всегда вопрос энергетический. Как я уже правильно говорил, что с возрастом мы теряем энергию, особенно если мы питаемся неправильно, на выживание от нейтральной пищи, колоссальные затраты энергии. Ну, например, вы седаете бутерброд с мясом, на полуваривание мясного составляющего этого бутерброда выделяется поджелудочная железовая кислота, чтобы растворить этот кусок мяса. А чтобы растворить булочку или хлеб, вырабатывается щелочь. Так вот, кислота энергиозует щелочь, в результате не переваривается ни то, ни другое, и просто гниет внутри. Но на это гниение тратится колоссальное количество энергии, чтобы выжить от этого. В сто раз перенапряжение тела нашего, чтобы выжить. И это не у всех удается. У нас много, например, сотрудников, которые 32 года рак груди, девушка скончалась, 40 лет рак поджелудочной железы, девушка скончалась. И у каждого из нас есть масса примеров. У меня человек 40 уже ушло на тот свет, который я предлагал попробовать все-таки щадящий, прекрасный, естественный формат питания. Они отказывались. «Нет, нет, я так люблю ушел сучок на природе, лангетик перед сном. Что это у меня такая пища?» Я говорю, я уже целый год как шикарно себя чувствую. Очень рекомендую. Нет, нет, нет. А жена его сделала перед сном, лангетик такой вот с ладонь. И даже на эту тарелку не поместился гарнир. Еще горка картошечки. И это все перед сном. Таким образом, пытаюсь, через 4 месяца его объявили рак желудка, и еще через 6 месяцев он скачался. Неужели это имеет такое огромное значение, чтобы так укоротить себе жизнь, оставить жену без мужа, дочь без отца, и он с грустными глазами уходил, ничего не мог поделать. Я тогда имел меньше знаний, чем я сейчас имею, и опыта. То, что я ему передавал, он не хотел воспринимать. Вот. Но я уверен, что разумные люди отнесутся к этому ценному все-таки моменту для каждого из нас. И попробовать. Я только говорю, попробовать. Потому что мои проблемы в этом направлении движения дали удивительные результаты. Причем настолько шикарные, что, когда я 6 лет назад перешел на сараидни, а почему я перешел на сараидни? Питаясь даже вегетарианской пищей, но еще тримбически обработанной, у меня все равно набралось 20 кг лишнего веса. Да, я не болел, как это было прежде, но у меня набывался вес, и я понимал, что он когда-то все равно, это значит сосудок, когда-то, он скажет о себе негативным образом. Но мне при этом не понравилась эстетическая сторона. Мы ездили в отпуск на грязевые источники, там заехали, намазывались, пофотографировались, я посадал себя потом на фотографиях, жутко себе не понравился, я встал перед зеркалом, он приехал там, сказал, я хочу себе вернуть к тому юному состоянию, которое у меня было прежним. Я сказал, я проведу 2 месяца эксперимент, и посмотрю, что получится. И когда я провел эксперимент, я сказал, я больше не буду возвращаться в прежний опыт, потому что это настолько шикарно. Это практически через, казалось бы, много лет, и фирма вокруг расцветала, и тысячи дистрибьюторов, которые помогали продавать наши продукции, 40 тысяч разновидностей угрышений рожденных, и миллионы-миллионы покупателей, 50 миллионов угрышений мы создали на весь мир. Мы так посчитали, что если все угрышения выложить в ряд, от Санкт-Петербурга до Рима будет такая цепочка. Вот. Но то более ценное, что я открыл с переходом на естественное питание, и то состояние сознания, которое дает медитативный опыт, который я с удовольствием передаю, потому что передача знаний – это тоже лучший способ познания. Я сам нахожусь в этом зале, общаясь и медитирую вместе со всеми прекрасными людьми, которые приезжают, получаю удивительные инсайты, которые очень долго надо копать в книгах. И в каких? Это целая история. Когда читать? Лишний раз почитать книгу, и какая из них попадется – это вопрос всегда для ярких. Но когда мы читать, учимся в медитации, книгу жизни, саму книгу жизни, которая прямо сейчас. Мы находимся в этом зале, вы напротив меня, я напротив вас. Мы на самом деле заргала друг для друга. Мы учителя друг для друга. Что-то вы услышали от меня, что-то вы услышали от вас, а на самом деле каждый наш поступок по тому, что мы напротив друг друга. И вот вглядываться в эту панораму, которая вокруг нас складывается каждое мгновение, быть в моменте и наблюдать происходящее – это значит практически управлять самым, собой, вот тот самый менеджмент самого себя. Потому что когда пытаемся руководить кем-то другим, мы как бы себя отстраняем от тех людей, которые напротив нас, но на самом деле они продолжили нас. И ругать их – за что? Мы на самом деле что-то не так сделали, когда общались и, может, не все обсудили. обсудили в плане реализации какой-то идеи, а что-то пошло не так, как ошибка 404. Но если мы вглядываемся, что происходит на самом деле, это все так. На самом деле все гармонично в этом мире. И лучше бы не придумать, если что-то происходит с нами, то причины мы сами. И всегда вопрос к нам самим. Значит, есть еще над чем поработать над нас, чтобы мы могли еще-еще реальнее видеть этот прекрасный реальный мир, таким, каким он есть. И желая изменить что-то в зеркале, в отражении, мы приходим к пониманию, что мы можем изменить себя. Тогда зеркало просто отразит нас, и все. А если мы делимся с зеркалом или нашим сотрудникам, или из кем бы то ни было, то что мы можем сделать хорошего для него, для нас? Ничего не происходит хорошего. Но тогда, когда мы меняем себя, мы растут в этот момент. В новом понимании жизни как таковой, в новой гармонизации нашей энергии, в новом, еще более высоком уровне психо-пизического здоровья. Вообще видеть жизнь такой, какая она есть, всегда отправляемая. Это действительно наслаждаться этой жизнью. Но именно это то, что мы отправляем как энергию во внешний вид, через наши дела, через наши какие-то продукты. То есть то, чем наполнено этой энергией, возвращается к нам потом как эхо. Вот поэтому важно осознавать свою поступку в каждый момент, чтобы видеть, какую энергию мы наполняем. Когда мы просто наблюдаем то, что мы делаем, мы в этот момент обладаем наибольшим потенциалом энергии, который тут же реализуется через нас. Когда мы не обдумываем то, что мы видим, а тело знает. Тело имеет опыт, объемный опыт. И доверяя своему телу, мы оказывается способны понимать, что происходит вокруг нас в каждый момент, просто открыть глаза. Это и есть понимание. А знания, которые мы начитываем, они находясь в памяти, они принадлежат какому-то ограниченному, пошлому, которое частично стыкуется с реальностью. Но реальность, она полностью проявлена вокруг нас, и мы можем в этой реальности видеть, как нам поступать. И это и есть лучший поступок, который мы можем совершить в каждый момент, чтобы что-то случилось для нас в так называемом будущем, улучшенное, когда мы осоздаем свой поступок, то эта энергия, она творит чудеса, рождение нового, не обрушает его, а практически мы вместе движемся к будущему, то есть от нашей поступки зависит то, что будет в будущем. Осознавать это значит делать лучшее, что мы можем прямо в этот момент. Для нашего клиента, для нашего друга, для наших близких. Когда бы мы ни увидели, с кем бы мы ни общались, мы можем лучшее передавать. И когда мы видим, как откликается этот мир многомерно, как естественное мнение тех людей, которые против нас, чтобы поделиться этим лучшим самым. Вот это и есть так называемый бизнес. Вообще слово «бизнес» от «busy» занято. По-английски слово «busy» очень занято. Крыло занятости растет у бизнесмена. Вот он такой крутой уже. А в этот самый момент, крыло свободы, он забыли. Он решил заниматься только бизнесом. И занимаясь бизнесом, это как, знаете, у Карца есть листики. Там вот семечки и лишь одно крыло. И вот это крынушка дает возможность лететь только вниз. Если мы не выращиваем второе крыло – крыло свободы, то наша занятость растет. В этот самый момент должно расти таким же крыло свободы. А крыло свободы – это познание того, кем мы есть на самом деле. Мы на самом деле по природе свободны. Нам просто надо это вспомнить. Мы не только это тело, а еще множество тел вокруг нас, которые побожают нас. И все эти тела взаимодействуют с прекрасными людьми, которые напротив нас с нами взаимодействуют в разных процессах, домашних делах, бизнес-процессах и тому подобное. И вот быть открытыми, чтобы это происходило естественное взаимодействие, не только от ума. Это значит практически творить чудеса, магии, самонастройки этого организма, который вокруг нас. Если это ваше катание, то вы увидите, что люди будут самоорганизовываться, и это будет лучше, чем если бы мы их обуславляли чем-то. Я не против того, что говорили сегодня, связанные со структурированием бизнес-процессов. Но важен баланс. Что мы можем дать на естественное движение этих душевающих океаний вокруг нас, энергии, и бизнес-процессы, и во всех наших отношениях с другими людьми. А что мы можем сделать как некий ориентир для движения навстречу этих энергий. Вот эти вещи могут каким-то образом структурироваться, но важен тот самый баланс. Но так получается, что мое путешествие в этом прекрасном мире, и занимаясь бизнесом, оно привело меня к тому, что я оцениваю случившееся со мной в психофизическом состоянии значительно более высоким, чем если говорить только о бизнесе. Да, у нас какие-то ориентиры... А где дальше? Вот этот. Угу. Вот этот. Прикоплено? Угу. 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 Ага. Угу. 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 Тут Ярослав у нас был в зале Ярослава. Ну ладно, может не выводить на экран. Кто из девушек может слышать о компании «Женовин»? Есть кто-то, кто слышал о нашей компании и носит украшения? Слышали не у нас. А? Слышали не у нас. Они сносим, но не слышат. Да-да-да. А я вообще не вижу. Так вот, те достижения в материальном мире, они близко не подходят к тому, что мы можем открыть путешествие в духовном плане. Год за годом мы живем. Вопрос, как живем? Если мы год за годом видим, что мы умираем, то это ненадолго. При неправильном питании это очень быстро заканчивается при всех наших успехах в бизнесе. На каком-то этапе у нас не будет хватать энергии, чтобы продолжать этот бизнес. И тогда и он тоже ровный. А как научиться пополнять себе энергию? Это, прежде всего, научиться не растрачивать ее как борьбу. Не растрачивать ее как борьбу с самим, самой собой. При неправильном питании это получается, что мы занимаемся самоубийством в ложке, копая себе эту яму, куда и спускаемся. Для увлагания нескольких десятков лет и нас нет. Но для расцвета нет никаких границ. Поэтому нам надо просто развернуть вектор своего внимания не только во внешний мир, а смотреть. А научиться смотреть одновременно и во внутренний мир. Внутри, когда мы ныряем, мы, на самом деле, поднимаемся. Поднимаемся на энергетическом плане. Колоссальное изменение в психо-пизическом состоянии. Ведь 70% болезни психологичны. И ныряем внутрь себя, и болезнь исчезает. А за ними следуют уже перемены на физическом плане. Потому что вы уже понимаете, что лучше делать для своего тела. Как только вы перестали глубиться над своим телом, начинаются чудеса расцвета новых ориентиров, новых просторов, новых горизонтов вашего бизнеса и ваших успехов по пути познания. Чем глубже мы ныряем, тем выше мы взлетаем. Чем глубже корни, как знаете, у деревьев, тем выше кора. Между прочим, в Японии бонзай, знаете, да, маленькие деревья. Почему они такие маленькие, кто знает? Вот могу сказать, они специально сажают их в такие горшки, у которых дырочки существуют. И корни, когда вылазят за пределы этого горшочка, они обрезают корни. И получается, что дерево только стареет, но оно не растет вверх. Оно не может расти вверх, потому что корни не могут расти вниз, их обрезают. Вот так получилось, что мы обрезаем себе наши корни, если мы живем только по традициям, которые, к сожалению, не заинтересованы в нашем росте, расцвете. А нырнуть в себя в опыте медитации, это значит познать глубину своих корней. Откуда мы пришли, куда мы идем, и кто мы есть на самом деле. И вот тогда удивительное случается с нами такое психопатическое состояние, которое невозможно, если мы только занимаемся бизнесом. Во-первых, вот этот лишний вес нам легче станет жить. Во-вторых, мы останавливаем деятельность ума нашего, который чаще нам дредит, чем дает пользу. Это то же самое, как флешка. Вот, допустим, есть флешка, нам надо какую-то информацию получить. Мы залезли, взяли эту информацию, использовали и все. Но почему-то с умом так не проходит. Он постоянно у нас болтает внутри нас и днем и ночи. Не дает нам расслабиться. Мы не можем утащить эту флешку. Ее можно только в процессе медитации, в практиках остановить. И это работа над собой. Это наиболее благодатная работа. Я настолько благодарен себе, что я пришел к этому опыту. Вот почему я индолиз считаю самым ценным для людей в сравнении с тем, что случилось со мной в материальном мире. Вот остановить эту деятельность ума, это значит не стать глупцом. Флешка не есть. Мы всегда к ней можем вернуться. Но мы, остановив этот диалог внутри, мы начинаем видеть эту реальность такой, какая она есть. И тогда наши поступки будут абсолютно адекватными этой реальности. А раз она не адекватная, то наша борьба в прошлом, когда мы видели через призмулма и доверенность с этим прекрасным миром. То есть борьба исчезает, но появляется танец. Танец с нашими партнерами, танец с нашими клиентами, танец с нашим окружающим миром, где бы мы ни были все отсюда, в магазине, в поезде, с кем бы мы ни общались, другое качество общения, другое взаимодействие наших энергий и другое качество нашей жизни. А главное, что это возможно для каждого из нас, и это то, куда непременно надо направить наше внимание внутрь самого себя, чтобы узнать, насколько способен расцветать наш цветок, вне зависимости от возраста, вне зависимости от внешне прекрасного мира, мы можем удивительным образом. Мы принятые партнеры Сваровские, уже 21 год работаем с компанией Сваровский. Огромный ассортимент украшений, каждый со своим названием, что удивительно, наши украшения в мире живут своей жизнью. Как будто дети, то есть если набрать в интернете название украшения, то о нем столько пересудок, столько рекомендаций, столько всяких тусовок происходит, как будто это живые существа, понимаете? Может, у кого-то есть вопросы? У меня есть вопросы. Да. Да, Сергей. Я тут читаю вопросы, которые наша публика, так сказать, фишет в мероприятиях, в приложении. Значит, вопрос такой, с укропа Курбонова. Мне кажется, Евгений, что понять содержимое вашего доклада может только тот, кто знаком с эзотерикой и имеет опыт медитации. Как обычному человеку это все понять, что вы говорите? Я от себя просто добавлю, может быть, попроще скажу. Вот, смотрите, я хочу в 65 лет выглядеть так же, как вы. Я, в принципе, сейчас уже хуже выгляжу, наверное, зачем выгляжу. Вот, стоит 42, но у меня еще есть время как бы догнать. Вот. Но я помню своего папу в 65 лет он выглядел сильно хуже. Вот. И, желательно, продажи на миллиард долларов тоже желательно, конечно, иметь. Вот. Но, в принципе, самое главное, это вот выглядеть так же, как вы. Улыбаться так же, как вы. Иметь энергию и самочувствие, как у вас, да? Значит, вот конкретно, в эзотерике, что я должен значить? Ну, первое – нормально питаться. Я только что съел этот самый сэндвич был с ветчиной и булкой. Я больше не буду. Вот. Значит, нормально питаться. То есть, ну, обычное сыроедение гиганское, да, я так понимаю? Это то, что вы рекомендуете. Два медитации, соответственно, там вот очищаем мозг – это то, о чем мы говорим. А что еще? Три точки опоры. Первая точка опоры – это правильное дыхание. Без дыхания мы не можем долго прожить. Это одна точка опоры. Вторая – это правильная вода. Вторая точка опоры – какая? Что такое правильная вода? Это вода, которая соответствует лимфе нашей. Наша лимфа имеет окислительный потенциал – минус 150 миллиметров. Но мы, когда пьем вот эту воду в бутылочках, здесь плюс 200, плюс 300. Что это означает? Что здесь нет этих антиоксидантов, таких, какие должны быть для нашей клетки. Вот наша компания выпускает не только украшения, у нас много еще других видов деятельности. Один из которых – это мы выпускаем очиститель воды. Это лучший очиститель, который у нас создан в больнице медицинское водение. И это действительно чудесно работает. Я пью только эту воду. Я вот сейчас приехал, у меня в номере с собой. Я привез в чемодаль, это почиститель. Я прямо беру из-под крана воду. И включаю через 10 минут, получаю удивительную воду. Заряженный до тех самых минус 300-400 миллилитров. Что за вода течет в Гималайи, допустим, на 3000 метрах. Или на Кавказ. Я все-таки возвращаю вас к своему вопросу. Значит, нормальная вода. Дыхание. Это нормальный фильтр, да? Три точки опоры. Это третье питание. Что такое дыхание? Дыхание. Дыхание. Дыхание это... Чем вы дышите лучше меня? Значит, первое, дышать надо носом. Это то, чему надо учиться. И это дорогого стоит. И дышать надо медленно. Есть несколько видов дыхания. Дыхание сокола. Сокол вдыхает, быстро выдыхает медленно и долго летит. Медленно. Кстати, нормальная доля может держаться в воздухе. Затем, дыхание медленно. Медленно вдыхает и мощно выдыхает. Это дыхание силы. Есть дыхание волка, который дышит очень быстро. Но они живут недорого, потому что очень быстро окисляет себя. Медленно вдыхает воздух, кислород и кислород окисляет. А продажи на миллиард долларов это больше сокола или медведя в дыхании? Это больше третье, еще четвертое, вернее. Это дыхание полоса. Или же черепахи. Она дышит равной вдох, равной водой и как можно медленней. Чем медленнее мы дышим, тем медленнее мы окисляем наши клетки. И тем больше мы ощелачиваем нашу внутреннюю жидкостную среду. Т.е. мы окисляем восстановительный процесс ОБП – это иностранный од Wochenende процесс. И это надо изучить. Я очень рекомендую. Наберите ПВВК. Приготовление воды на дыхание, на рынке наберите. В Ютюбе есть ролик и это очиститель, который мы выпускаем. Он дает как раз воду, как высокогольник, по всем параметрам, шикарную для наших клеток организма. Вот я пью эту воду, укупаясь этой водой, мои клетки, даже тело, не соприкасаются с водой водопроводной. Я удивляюсь на их перемене. Я уже 8 лет пью эту воду. Я утром делаю зарядку, выпиваю 2-2,5 литра воды, пока делаю зарядку. Обычно он больше 2 стаканов не может и выпить. Наверное, каждый замечал такой опыт. Почему? Потому что вода, которую мы пьем, она не соответствует, которую ждет организм. И он ее не пропускает, 12-перстная кишка, которая идет сразу после желудка, не пропускает воду. А в желудок и 12-перстная кишка вмешаются только 2 стакана. И только через полчаса, когда она ее переработает, доведет ОВП до нужного, и ощелачивание происходит, выбирая из наших зубов, кастей, кальций, чтобы поднять уровень кислотно-щелочного баланса до нужного уровня крови. Только после этого эту воду пропускают дальше. И после этого можно только пить с удовольствием. То та вода, которую делает наш очиститель, я ее ем, могу 4 хитлитра выпить. Так вот, мои клетки все ликуют, когда я выпиваю эту воду, я на работу еду, у меня просто все танцует внутри меня. И не хочется есть, потому что... Значит, дыхание, вода, питание. Можно еще вопрос по питанию? Четвертая должна быть точка опоры – это медитация. Тогда это получается равносторонняя пирамида, которая 4 вершины, одна из них – медитация. Медитация нужна для того, чтобы каждая из наших точек опоры, которую мы познали как чудо-перемен для нашего тела, ни в коем случае не забыть о ней, чтобы она не сорвалась опять в традиционный разрушительный процесс. Если сорвается одна точка, остается только две. Вдруг сорвалась неправильная вода, а вторая точка – осталась одна. А если мы опять неправильно питаемся, то исчезает на третью точку, мы просто падаем. У меня еще уточнение. Есть вы, извините, что я вас перебиваю, но это очень важно понять, потому что на самом деле все эти 4 вещи, которые вы говорите, действительно доступны каждому из нас, по большому счету. Но у меня вопрос по поводу питания. Это только сырая, растительная пища. Турнички себя поработали. Сырая, растительная пища. Хорошо, а вот тогда такой классический вопрос. Мы с вами живем в Питере, да? И у нас зима 3 четверти времени года, да? Чудесная. Да, и вообще никаких свежих овощей нет. Это чудесная зима. Овощи практически не растут, а те, что растут по вкусу, как картон. Вот это и есть то, что надо питаться? Чем вы питаетесь зимой, вот эту долгую питерскую зиму? Ну, сначала, когда я беру кишмиш, я питаюсь кишмишем. Вот я в прошлом году питался в течение двух месяцев только одним виноградом узбекским. Шикарно. Когда же зимой, Сережа спрашивает, зимой есть, во-первых, в наших крупных городах достаточно много крупных привозится в Северную. Так что нам плакатся, что называется, что каша, крупы нельзя? Термически обработанные. Ну, там, не знаю, гречневая, красная края, да? Вы не даст тело, частично останется в наших сосудах. Нам это не даст пользу. Это потом выносит каких-то болезней. У меня сейчас температура тела 35 градусов, потому что очистены сосуды. И пульс 46, 110 на 70 давление. Я не устаю, не болею. Удивительное состояние, чего я не говорил, я не имел. Еще и 27 лет назад. Это как черепаха холоднокровная, да? Да. Сниженный уровень. Между прочим, те, кто живет немного сотен лет, такие люди в геналариях живут, у них 34,8 теперь отручило. Между прочим, у лагушки тоже 35 градусов, и она, когда замерзает лужа, впадает в анабиоз, вместе с лужей промерзает полностью. Когда же весна приходит, лужа замерзает, лягушка быстро оживает. Мы на самом деле тоже имеем такие возможности, но мы в них не верим, потому что нас так убедили, что мы должны уметь непременно. Но я предлагаю... Мы каждый день практически убеждаемся в этом на практике. И в то же время. Я, если бы двигался точно так же, как это, в 38 лет, я бы убедился, может быть, на своем опыте, что уже всю куку. Но я бы пульсал обратно, что возможно иное. Мне сейчас трудно представить, почему я должен умереть, когда у меня все так классно работает в организме. Так что вот эта пирамида, это практически четыре измерения. Это кристалл алмаза. Пирамидка равна стороне в треугольниках. Кристалл алмаза как раз именно она. Вот то, что у нас внутри, я вижу, может быть, как точка, мощная энергетическая система, которая дает расцвет нашим психопезическим благодобия для всех свершений в будущем наших делах. Коллеги, вопросы? Да, Миша. У меня вопрос очень конкретный. Мы с Серегой, с Сергеем периодически спорим про режим дня. Не спорим, а с разным режимом дня. Какой у вас? Я имею в виду, сколько встаете, сколько встаете, сколько спите. Вот такой вопрос. Но больше я тоже хочу выглядеть. Я как Евгений, Сергей 42, мне сегодня у меня сегодня день рождения, мне 43. Так что я тоже. Поздравляю. Спасибо. Я питаюсь практически 11 сутки. Больше не требовался. Настолько все классную работу, что я просто забываю поесть. Бывает никогда я забываю просто поесть. Я встаю, ложусь в 4-5 часов по-разному. Встаю по 8-8. Он сдвигается, режим он не жесткий такой. Что удивительно, когда бывает, я забываю поесть, то сон не нужен. Насколько все... Я уточню. Вы в 4-4 утра ложитесь? Да. В 4-5 утра? В 3-4, в 5. Это по-разному. А встаете? По 8-8. То есть вы спите 4 часа в среднем? Да. И вам хватает? Полностью. Полностью восстанавливается организм. Когда даже бывает, я не сплю целиком сутки, то состояние точно такое же. Это когда вдруг не поел, там, 2-3 дня. Сон исчезает. Что такое сон? Во сне мы заряжаем наши агнолятеры, которые мы разрядили в течение дня. Куда мы их разрядили? На борьбу за выживание от неправильной пищи, от неправильной воды. На борьбу со своим днемом. На большое количество дымов. И когда наш ум полагает нас на борьбу еще со внешним миром, это тоже тратка энергии. И это вот 3 основных вида трат энергии, которые мы допускаем в своей жизни. Не получив еще опыта, как не тратить эту энергию. Но с медитацией приходят наблюдатели, которые помогают нам наблюдать самого себя. Вот я, допустим, сейчас что-то говорю, что-то делаю. Я просто наблюдаю. Когда я наблюдаю, куда идет наблюдатель, туда идет энергия. Куда идет наше внимание, туда направляется эта энергия. Если наше внимание направляется только на внешний объект, и мы забываем о себе в этот момент, да, что-то может случиться в внешнем мире. Родятся какие-то продукты нашего творчества. Родится ребенок, если энергия не преодоложна будет. Но когда энергия идет, внутрь себя, во время медитации, рождаемся мы сами, в новом качестве сознания. А как быть в балансе между внешним и внутренним миром? Вот это то искусство, которое высшее качество, которое мы познаем. Как? Когда мы закрываем глаза, энергия доходит вверх и возвращается назад. Возвращается назад, как река, которую взяли, развернули. Что будет происходить? Она же все равно течет. Когда получается то, что мы развернули, в этом месте будет образовываться озеро. А это все равно течет. И это озеро все расширяется, в какой-то момент оно станет неналюбным. Потом это мороз соединится с океаном. Вот что происходит, когда мы ныряем внутри себя. Это так же самое. Мы наполняемся энергией, которая течет. Но что интересно, обычно, если мы смотрим во внешний мир и смотрим на какой-то объект, мы забываем субъект, и сперва внимания входит субъект. А вдруг что-то на сколье мы обратили внимание на субъект, но в этот момент убежит не объем. То есть мы на качелях или-или живем. Но медитация будет возможность одновременно видеть и объект, и субъект. Тогда происходят удивительные вещи. Мы, наблюдая свое свое тело и тот объект. Мы, во-первых, легко координируемся в самом месте. Я могу ехать на огромную скорость на своем колесе и езжу до 80 километров в час. И не попадают ни в какие аварии или на машине. Потому что я не обдумываю, я просто вижу эти объекты. Но я вижу себя, как я могу сварьировать, чтобы не попасть в район. Если же я четко задумаюсь, точно что-то произойдет. Беда какая-то. Так вот, вот это вот искусство познавать действительно великого стоит. Как взаимодействовать в балансе внутреннего и внешнего, как взаимодействовать с внешним миром, как при этом осознавать себя, не разрушать себя. Ведь мы, если о чем-то думаем, там живем в традициях, мы пытаемся так, что это ненадолго, к сожалению. Сколько у вас примеров, у меня примеров. Но можно этого не делать. Тогда мы начинаем беречь нашего друга, каким является наше тело. Берегите, пожалуйста, его. Встаньте перед зеркалом и спросите, должны ли вы его убивать? Так как это делают все. Миша должен это убивать свое тело? Да. Или же вы от этого зеркала? Или же вы потрогали, попробуйте другой опыт, новый опыт. А потом примите решение. Попробуйте сделать эксперимент на месяц. Так, и коллеги, нам уже время подходит, поэтому еще один вопрос, если есть кого-нибудь в зале, мы ответим с того, есть. Посомневался? Сомневался и решился. А сиест у вас есть? У нее вообще есть куски? Нет, я не устаю, вообще не устаю. Вы понимаете? Обычно люди клонят сон. Почему? После обеда. Потому что вся энергия идет на привольную пищу. Если вы не будете живую пищу, она сама растворяется, сама дает энергии. Но не надо прять энергии, все. Причем много не надо. Вот там 8 филипп мне в сутки достаточно, или там кисточки винограда. Вот откуда экономия, заводы можно только поймите. Так, всем снова вопрос. Сегодня у нас на площадке очень много говорили о психологии, психотерапии. Может ли то, о чем вы говорите, человеку, у которого нет серьезных проблем, в этом плане заменить психолога, психотерапевта взгляд со стороны? Может ли медитация, правильное питание помочь разобраться во всех проблемах вообще без врачей и без психотерапевтов и телесных и духовных? Медицина лечит тело, медитация лечит душу. Что такое психология? Это наука души. Поэтому познавая свою душу через медитацию, ныряя в свою душу внутрь своего источника, на самом деле мы ныряем в суть энергии вселенной. в центре этой энергии через нас, через контакт с внутренним нашим источником мы ныряем в океан энергетический. Это полиполненная энергия неба без границ, в котором летают все планеты, галактики, все, что живое, ограниченное материально, все вмещает себе это пустое небо. Но оно не просто пустое, а венофольная энергия. И вот эта энергия становится вашим расстоянием, когда вы контактируете со своим источником. И на самом деле дух тот самый наш наблюдатель это дух. Он как бы мужское дело. Душа это женское это же как бы принадлежит материи. Так что познавая душу, познавая вот живое в материи на теле, познавая вот эту составляющую через наблюдателя, который является наш дух, мы практически познаем этот прекрасный мир. И главное все ответы на все вопросы приходят изнутри лучше, объемнее, масштабнее, чем это мы можем прочитать в каких-либо книгах. В книгах, к сожалению, информация идет с искажением, грехи, о чем гормонных боесловов, но это верночтение передать истину через слово невозможно. А в тишине, в контакте с самим собой, когда мы останавливаем гормонную мотерную, это происходит. То есть мы в медитации нет никаких ответов, потому что нет вопросов, так все классно, так все удивительно. Люди после стресс-лесточек. Если же мы, например, будем просто наблюдать свое дыхание, какая техника может применяться в любой момент жизни, всеми дышим в основном это неосознанно, но как только мы начнем наблюдать свои дыхательные процессы, попробовать закрыть глаза и понаблюдать свое дыхание, как вдох следует за выдох, выдох за вдохом, стараясь разглядывать каждое мгновение дыхательного цикла, посмотрите, как удивительным образом гармонизируется состояние, успокаивается все тело, как приходит много энергии из этого дыхательного процесса и как приходит ясность. Ясность это когда мы осознаем небо без облаков. На этом небе плевают облака мыслей, наш тело тоже является облаком, предполагать могут облака наших эмоций, пришли и ушли, но небо остается и мы можем глядываться в тот момент, когда ушло одно облако, еще не пришло другое, и вот то, что мы видим, это само небо, именно внутри нас мы способны увидеть это небо. Небо столь далеко, что его невозможно познать, но с ним можно слиться, и это медитация в этом опыте происходит, но тогда мы ходим в контакт с океаном энергии, вот откуда у медитирующих так много энергии и нет болезней, это действительно дорогого стоит, это очень дорогого стоит, иначе наше ковыркание в бизнес процессе, в каких-то социальных достижениях чего-то, будем за морковкой, когда в следующий момент достигнуть хода морковки, повесить новый мост напряжение, напряжение мы уже знаем, что оно приводит к болезненным страданиям, к проблемам, но расслабление великого стоит, оно убирает все эти вещи, расслабление это высшая цель, и кто идет в этом направлении, он познает фантастическое состояние своего тела и сознания, что не может случиться материально будет, то есть фантастика и реальность встречаются в нас, и вот тогда действительно мы можем удивляться, как это в 65 лет, это я тоже удивлялась, вы думаете, только глядывая на меня со стороны люди удивляются, я также удивлялся, какие чудеса со мной случаются, я не ожидал, что со мной это могло случиться, я благодарю судьбу, что именно это случилось, вы можете просто себя искусственно составить, чтобы не обижать ровесников своих, не вызывать в них ревность, накладные морщины, знаете, не самое, я, как я сказал, сейчас позвоню сейчас и у нас на предприятии собираются очень много интересных технологий, которые позволяют вернуть юные состояния многомерно, возможности каждого нашего физического органа, например, такие тренажеры, которые решают все задачи с позвоночником, например, грижи, астахандрозов, сканиозы и так далее, в нас предприятия давайте так, Евгений, я, значит, на себе это все попробую, у вас в приятии, а потом напишу подробные отчеты в фейсбуке и на следующем 404-м пейсле, к сожалению, сейчас у нас время закончилось, спасибо вам большое, спасибо, что приехали, спасибо, 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 вы удивительный человек, очень необычный для нашего, так сказать, мероприятия, я думаю, все остались под сильным впечатлением, я отвечу, вы спросили, могут мы эзотерику понять, экзотерика, экзотерические знания это знания из внешнего мира, полученные нами, то, что мы начитали, все слушали, мы увидели, и эзотерические знания, знания, пришедшие изнутри, вот там баланс для нас складывается, когда мы начинаем изучать все-таки внутренний вот этот источник, который приносит это чудесное знание, объемно, мощно, из тишины, из тишины, в тишине, которые мы входим, происходят эти чудеса, но тогда мы уравновешиваемся, и так легко потом жить, а ради этого стоит туда мы быть, я вас уверяю, человек пришел в этот мир, чтобы расцвести какие-то индивидуальные цвета, но вовсе не для того, чтобы вернуть борьбе, всегда это борьба с самим собой, но зачем? Это ненадолго, борьба это ненадолго, потому что борьба тратится энергию, а танцы, она просто обменивается, так что танцуйте с этой жизнью, наслаждайтесь вот, и это и будет бизнес, и борьбу любите, мне говорят, вот кризис, я говорю, а что такое кризис? Это момент для перемен, это всегда просто, жизнь всегда нова, она всегда меняется, это ее качество, я говорю, вот мы любим наших покупателей, Евгений, я желаю вам ни с кем не бороться, а цвести только, пахнуть, зарабатывать, работать эффективно, а кто хочет пообщаться с Евгением, пожалуйста, он еще с нами, да, 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 да,